Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И в сегодняшнем видео мы распакуем вот такую посылочку, в которой находится пауэрбанк на 10 000 мАч. Но и не сильно простой это пауэрбанк. Он интересен тем, что у него множество интерфейсов разных портов. Поддерживает также быстрый зажат Qualcomm Q-Charge 3.0. Если вам это интересно, смотрите далее. Мы его распакуем и подробно протестируем. Пауэрбанк здесь находится от фирмы Baseus. Я пауэрбанка уже очень-очень много покупал. Множество было. Не все у меня задерживались. Спустя кое-какое время эксплуатации, опыт набрался и, естественно, я продавал. Себе я оставил только два пауэрбанка Xiaomi. Вот этот вот первый. Здесь USB Type-C разъем и USB стандартный типа А. Второй пауэрбанк тоже Xiaomi, только уже бренд ZMI. А там еще микро-USB порт был. Вот это вот универсальный пауэрбанк. И данный пауэрбанк от фирмы Baseus должен быть что-то типа такого похожего. И что же хочется сразу сказать, что если вы не слышали, не знаете, не видели по Baseus, то это достаточно хороший бренд. Я пробовал, покупал от данного бренда переходники, шнуры, чехлы и, если я не ошибаюсь, по-моему, даже стекла. И все это выходило, получалось качественным. Что же касается пауэрбанка, то пауэрбанк данного бренда покупаю я первый раз. Так, давайте смотреть, что здесь. Ну, бренд, конечно, премиум мейкер. Ну, хорошо, это все. 3 А выдает максимум. Шнурок 50 см в комплекте. Сам пауэрбанк изображение. Да, еще плюс такой, что здесь есть и экранчик, который показывает процент заряда. Дальше, 10000 мАч, 2 порта и поддержка быстрой зарядки 5 В, 9 В, 12 В. Это мы проверим на телефоне. Вкратце, здесь технические характеристики. Если хотите, просматривайте, ставьте на паузу. Материал ABS, это модель, емкость 10000 на microUSB. Как вы видите, здесь все-таки еще 2 порта microUSB и Type-C, и 2 порта типа A. Смотрите, на microUSB 2,4 А максимум выдает. На Type-C 5 В, 2 А, 9 В, 2 А. И выход у нас 5 В, 3 А, 9 В, 2 А, 12 В, 1,5 А. Ну, и на второй USB 2,1 А. То есть, у нас один USB выход под быструю зарядку и один под обычную 5 В, 2 А. Как вы видите, есть логотип. Здесь стираем код для проверки подлинности данного пауэрбанка. В подлинности я, в принципе, не сомневаюсь. Покупаю не первый раз у данного продавца. Осталось только будет проверить данный пауэрбанк. В комплекте. Смотрите, шнурок 50 см. Давайте сразу посмотрим. По ощущениям шнурок, шнурок, как вы видите, достаточно толстый. Хорошая пропускная способность будет microUSB. Здесь тип А и приятный на ощупь. 50 см. Ну да, где-то есть, как и обещали. Это тоже хорошо. Здесь сканер QR-код. Код, реклама. Так, краткая инструкция на китайском и на английском языке. Это мы все видели. В основном все. И еще какая-то бумажечка. Тоже на китайском и на английском. Да, это гарантийная карта. По габаритам сразу посмотрим с пауэрбанком от Xiaomi. Ну, опять-таки, с пауэрбанком по высоте от Xiaomi чуть-чуть проигрывает. Может быть, по ширине. Да, и по ширине выигрывает. Ну, и толщина у Baseus немножечко все-таки толще. Ладно, если сильно не придираться, то примерно тоже по размеру, что и пауэрбанк от Xiaomi. Там где-то толще, там где-то уже, там где-то шире, и там где-то выше. И получается то же самое. В принципе, нормальные показатели он будет отдавать на заряд-разряд. Данный пауэрбанк оставить себе. Потому что по габаритам и по разъему он меня пока всем этим устраивает. На передней панели мы видим здесь экранчик. Давайте включим. Кнопка включения сбоку. 80% сходу. Out или Out 5 Вольт. Да. Дальше. На тыльной стороне опять все технические характеристики. Здесь экрана никакого нет. Просто глянцевое покрытие. И самое интересное у нас находится здесь. Порт тип A USB Qualcomm Quick Charge 3.0. Порт тип A USB обычный 5 Вольтовый 2 Амперный. То есть надо будет еще проверить одновременно, сможет заряжать или нет. И дальше это выходящие порты. И на вход идет у нас Type-C и micro USB. Вот это большой, огромный плюс данного смартфона, данного пауэрбанка. По весу давайте еще конечно попробуем определим по весу. Что у нас? 219 грамм. И пауэрбанк от Xiaomi. Естественно на металлическом корпусе может быть 232. Немножечко тяжелее. Примерно все тоже по габаритам. Что у нас заявлено? 2,1 А. Здесь у нас мы видим 5 В 11 и добавляем до 2 А. Ну вот при 2 А у нас 4,97. Падение есть, оно незначительно в плане. И 2,1 А. Я более чем уверен, что 2,4 будет держать. Может даже и больше. Давайте проверять. Смотрите, здесь все четко, защита срабатывает при 2,25 уже. Ну и хочется сказать, что большинство смартфонов все-таки будет заряжаться стоком немножко меньше 2 А. Если это не быстрая зарядка, то в принципе где-то 1,9-1,8. Вот так вот. Вольтаж у нас 4,99. Это в принципе все в плане нормы. И к этому претензий никаких нет. Дальше. Ну все тоже, я думаю, если проверить обычной зарядкой с помощью этого порта. Ну, кстати, вот этот вот порт, если использовать как обычной зарядкой, немножечко лучше параметры выдают. Как вы видите, 5,06 В, 2,04 А. Давайте 2,1, 2,2. 2,2 выдает свободно. И дальше пошли по возрастанию. 2,4, 2,5, 2,6. Мне кажется, до 3 А, наверное, потянет. Да, смотрите, 3 А. 3,15. 3,17. Здесь уже максимум, да. С помощью порта быстрой зарядки более 3 А он может выдавать. Так что, если у вас, ну, очень мощное устройство, можете заряжать с помощью порта быстрой зарядки. Теперь давайте протестируем в реальных условиях. К примеру, есть у меня вот Xiaomi Mi Note 3. Да, зацените, какое дизайнерское решение по пленочке. Ну, сделали так, потому что не было на момент использования. То есть, короче, телефоном нужно пользоваться. Стекла не нашлось. Стекло еще в пути. А есть, пошла быстрая зарядка. Вот, да, 6,5 В, 3 А прохиски. Ну, сейчас 6,45 и 3 А. Да, быстрая зарядка идет. Хорошо, здесь также есть на экране поддержка. Ну, и давайте попробуем еще на Mi 6. Тестом, как будет здесь быстрая зарядка. Почему-то тестер показывает с небольшим запозданием. Я здесь уже давно увидел на телефоне на самом, что быстрая зарядка включена. Ну, и здесь практически то же самое. 6,6,5 В, почти 3 А. Как мы видим, 9 В или около 9 В у нас должно выдавать. Давайте посмотрим. 2 А держит. Внутри А здесь свободно. И 12 В у нас должно быть максимум 1,5 А. Давайте спускаем до 1,5 А. Итак, 12 В. 1,5 А держит. Ну, и давайте, я думаю, может и до 2 А мы так сможем дойти. Нет, защита срабатывает на 1,9 или 1,94. Ну, и как мы увидели, что по токам по напряжению заявленные характеристики все он поддерживает. Мы проверили на разряд. Давайте еще проверим, конечно же, сразу 2 устройства с мощным заряжать. Так, и чтобы не соврать вам, смотрите, вот Powerbank. Вот один смартфон заряжается с помощью технологии быстрой зарядки. И второй смартфон заряжается с помощью технологии обычной зарядки. Вот они, два ряда. Вот Powerbank. Вот он работает. Как вы видите, вот может немножко даже как неожиданно и для меня, и для, может, кого-то еще, кто смотрит данный ролик. Powerbank. Данный Powerbank, малютка такая, кроха, в принципе, заряжает сразу одновременно два устройства. Причем одно устройство с помощью быстрой зарядки, в другое устройство с помощью, ну, обычной зарядки. Теперь проверим, как заряжается с помощью быстрой зарядки. Сначала попробуем с помощью родного кабеля и потом с помощью Type-C кабеля. Итак, на Powerbank мы видим сразу 9 Вольт. Включается режим, а нам обещали, если я не ошибаюсь, как раз и обещали нам на зарядку 9 Вольт. 9 Вольт, 1,8 Ампер. Это с родным микро-USB кабелем. Теперь все то же самое мы попробуем с USB Type-C кабелем. Итак, что мы видим сейчас на Powerbank? Те же 9 Вольт, тот же Ампераж и Вольтаж. 9,1 Вольта, 1,8 Ампер. То есть это максимум получается по зарядке. Как мы видим, Powerbank производитель, то есть, ну, я пока не знаю, кроме Xiaomi, а нет, есть, смотрите, 10 000 мА при 3,7 Вольт. Это, естественно, если будет в него заливаться. И 6500, это если будет сливаться с него. Здесь, конечно, Xiaomi немножко выигрышней смотрится, потому что здесь у нас 10 000 на вход и на выход у нас 7100. 6500 здесь, 7100 здесь. И предыдущий Powerbank, точнее, который пластик у меня еще один такой вот есть, там 6900 на выход. Ну, давайте смотреть, что получится с этого Powerbank взять. Ну, и впечатление от использования Powerbank Baseus после где-то примерно одного месяца. Использовал я данный Powerbank один месяц. И сейчас вам, помимо всех технических характеристик и аспектов, которые вы видели немножечко перед этим, прошел один месяц. И я вам скажу, потестировал я его емкость, поработал с ним, походил и могу высказать кое-какое мнение. Так, по емкости. Я специально делал все замеры, делал фотографии. Смотрите, на зарядку он принимает 9400, 9439. Ну, немножечко не 9,5, кстати. Смотрите, 10 заявлено, 9,5, можно сказать, берет. Но нам что самое главное, не столько, сколько он берет, а сколько он отдает. Итак, здесь заявлено на отдачу, одну секундочку, можете сами посмотреть. 6500, как вы видели. И что мы видим на отдачу? 6700. Ну, немножечко больше, но все это зависит от того, каким вы зарядным устройством заряжали. Немножечко может колеблется значение. Как вы видите, 6700 на отдачу. Есть вот следующее, 6400 на отдачу. То есть, 6500 это усредненное, в принципе, на которое вы можете, как бы, рассчитывать. 6400, да? Так, 9500, это он взял на зарядку. Ну, 9,5, как я и говорил. Дальше. 6800, практически 6900. Вот хороший показатель. Это на отдачу. То есть, вы сможете с него снять где-то 6500, 6700, 6800. Может быть, как вы видели, в некоторых случаях 6400. Но здесь практически 6900. А это результат 6900, 7700. Это результат пауэрбанка в Xiaomi. В принципе, очень-очень хороший результат. Дальше. Вот максимум, по-моему, если я не ошибаюсь, все, что у меня было, это 711. Вот это как раз и есть результат пауэрбанка в Xiaomi. А что означает, что данный пауэрбанк, во-первых, емкость честная заявленная. Во-вторых, очень хорошего показателя добились они. Вот еще на зарядку 9662. Немножко меньше, конечно, 10 тысяч, но больше, чем 9500, например. И на отдачу есть еще вот цифра 6900, 8600, 7000 практически. На зарядку еще, пожалуйста, 9624. На отдачу 6883. В принципе, как вы видите, там где-то около 6-7 циклов я фотографировал. И как можно наблюдать, пауэрбанк полностью соответствует заявленным характеристикам по своей емкости. Отдает он иногда даже больше, чем заявлено. Заявленное 6500, самый минимум, который вы видели, это было 6400. Самый максимум, это 7, чуть-чуть даже с копеечками, с хвостиком. Дальше по опыту использования. В общем, очень удобно то, что есть сразу несколько портов, что разделены и Quick Charge, и обычный 2-амперный порт. К примеру, если вы не хотите, допустим, сильно переживать за свою батарею и не хотите заряжать быстрой зарядкой, у вас есть время или еще какие-то у вас есть нюансы, вы подключаете в 2-амперный порт. К примеру, в тех же Xiaomi только один порт, и он автоматически определяет, если поддерживает ваш пауэрбанк быструю зарядку, точнее, ваше устройство, он автоматически подает на него быструю зарядку, то есть повышенный вольтаж или ампераж. Если не поддерживает, тогда обычную. А здесь вы вольны сами выбирать. Ну и очень-очень удобно то, что есть и Type-C и microUSB порт. Вот это вот два весомых аргумента, почему стоит брать данный пауэрбанк. Дальше по опыту использования. Что хочется сказать? Именно для себя, реально для себя, я нашел такой вот минус, не сильно существенный, для кого-то он вообще может быть не минусом. Это сквозная зарядка. Что такое сквозная зарядка? Если кто не знает, то, к примеру, мы подключаем, ставим на зарядку пауэрбанк, и из пауэрбанка подключаем зарядку какого-либо устройства. Вообще, в идеале, здесь сквозной зарядки нет. Вообще, в идеале было бы, если она здесь была, потому что вы на вход, у вас один кабель, на выход два. То есть вы заряжаете одним кабелем, одним зарядным устройством одно устройство, а здесь выходит сразу два. Это очень удобно, но, к сожалению, здесь такого нет. И опять-таки, если же сравнивать с пауэрбанками от Xiaomi, то в пауэрбанках Xiaomi такое и есть. Если вы помните из тестов в данном видео, пауэрбанк одновременно сможет заряжать два устройства. Это очень удобно, и одновременно он заряжает, подает по амперажу от 1,3 до 1,5 ампера на каждое из устройств. Это, в принципе, неплохо и экономит время, если вам нужно зарядить сразу одновременно два устройства, а не ждать по очереди каждый из них, что, конечно же, нет в тех же 10-тысячных пауэрбанках от Xiaomi. По поводу нюансов и дисплеев. Да, очень хорошо, что он здесь есть. На яркий свет его, конечно, будет плохо видно. Он отображает процент заряда, in или out, то есть он заряжается или от него заряжается, и вольтаж какой, то есть 5 вольт или 9 или 12 вольт, то есть обычная или быстрая зарядка. Это хорошо, он относительно точный, но за время использования я заметил, так вот, процент заряда, неточность отображения бывало различия до 10%. Иногда это было 1-2%, иногда это было 5%, иногда это было 10%. Один раз я заметил такой вот нюанс, когда я заряжал данный пауэрбанк, он показывал там 100% заряда или 99% заряда, но по емкости я смотрю, что он заряжен был там на 8000 или на 8500 мАч. Естественно, это соответствовало где-то 90% заряда данного пауэрбанка. Опять-таки, вот это вот неточность. Но здесь, если у вас там могла быть разбежность 10%, а здесь вы могли подумать, что у вас пауэрбанк уже заряжен, снимать его зарядки, брать с собой и пользоваться. Хотя вы фактически где-то еще на процентов на 10 не дозарядили данный пауэрбанк. По поводу быстрой зарядки, пауэрбанк поддерживает как и быструю зарядку в него, так и из него. Из него вы сами видели, что он выдает и 9 и 12 В, это вполне нормально, вполне логично, очень хорошо. И он поддерживает также и быструю зарядку в сам пауэрбанк. Но, к сожалению, поддерживает только максимум 9 В, 2 А. 12 В он не поддерживает. И полная зарядка занимает 5 с небольшим часов при помощи быстрой зарядки. Время вроде бы неплохое, но опять-таки у тех же пауэрбанка вот Xiaomi все-таки меньше времени занимает зарядить пауэрбанк. Все из-за того, что там есть все-таки быстрая зарядка, 12 В и там, если не ошибаюсь, занимает около 4 часов. Или даже немножечко меньше, чем 4 часа. А здесь подается 9 В, 1,8 А, 1,9 А. Обычная зарядка заряжается обычной зарядкой 5 В, 2 А, нормальной зарядкой 6 часов. То есть, как вы видите, разница где-то 1 час, иногда даже немножко меньше, чем 1 час. При обычной зарядке пауэрбанк берет 5 В, 1,9 А, 2,2 А. Опять-таки, зависит от зарядного устройства. Минимум, что у меня было, это 1,9 А. Максимум это то, что 2,2 А. Ну и в принципе, это все нюансы по данному пауэрбанку. Характеризовать я могу его как отличный, хороший соперник, хороший аналог пауэрбанков от Xiaomi. Очень радует наличие по несколько портов и на вход, и на выход. Это очень удобно, причем разделили и быстрые, и небыстрые порты. Для быстрой и небыстрой зарядки. Ссылки на вот этот вот пауэрбанк, а также на аналоги от Xiaomi, вы найдете в описании под этим роликом. Всем, кому данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь данным роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь кому-то он может быть полезен. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.